все я готов да отлично ты готовился к нашей сегодня я готовился ссылки в ютюбе и даже несколько штук чтобы показывать о молодец круто я даже немножко готовилась давай пока мы прежде чем начнем начнем свои позиции определим мне кажется интересно будет но как понимаю позиции может быть две да либо все могут быть программистами либо определенные люди могут быть программистами да да вот две две такие позиции мое наблюдение заключается в том что не все могут быть программистами и ну точно так же как не все могут быть там художниками певцами и так далее К этому должна быть склонность, с моей точки зрения, или как это тоже результат жизненных наблюдений, что это довольно близко к любви к математике, к какой-то математическому складу ума. И если этого нет, то, в принципе, людям программированием заниматься скучно, и очень многих вещей они даже не понимают. Это нормально, но просто не все. Позиция моя такая. Угу. Ну, у меня скорее позиция то, что... Ну, я согласна с тобой, что если неинтересно, то не имеет смысла идти в программирование. Но есть, например, градации спортсмены, да, которые, допустим, они физически предрасположены к быстрому бегу, кто-то физически расположен к поднятию тяжелых вещей. Наверное, тоже есть люди, кто более предрасположен к точным наукам, к математике, но так же, как спортом может заниматься любой, да. То есть, например, он не будет давать сверхрезультатов, но, например, бегать для своего, собственно, удовольствия он может. И мне кажется, что программистам тоже фактически могут любой человек стать, если ему это интересно, даже если у него нет каких-то предрасположенностей. Собственно, я думаю, сегодня еще обсудим с тобой тест IQ. Вот, у меня тоже есть. Ты искал информацию на этот счет. А можем прямо сейчас сразу же это обсудить? Вот, я нашла, знаешь... Можно сразу обсудить. Тест IQ, скорее всего, довольно, ну, тоже позиция моя, что он довольно неплохо. Ну, по крайней мере, если там, там и его разделяют на несколько разных направлений, типа, лингвистическое IQ, там еще какое-то. Ну, вот, как-то математическое, математический интеллект, он, наверное, довольно хорошо коррелирует с успехами в программировании. Предположение мое такое. Я находила какое-то исследование о том, что 10% программистов и людей в науке имеют IQ ниже 90. Такое вполне может быть, да, и, ну, как раз, как, очень четко показывает, что корреляция, да, работает, и так оно и есть. Ну, вот, есть 10%, которые ниже 90. 90, это, в принципе, ну, это, естественно, среднее, то есть там у них 68%, по-моему, имеет от 80% до 120%, насколько я помню. Ну, смотри, там, получается, история такая, да, что у тебя от 80% до 120%, ну, да, это, по-моему, 60% где-то с чем-то процентов. Там колокообразная кривая. Если 10% в 90%, то это значит, что вот этот вот крающий, он как раз там вот в этих 90% начинается, потом где-то середина, наверное, в 120%, а максимум где-то, наверное, в 140%. Ну, что-то такое. Такое ощущение. Ну, то есть, правда, получается в том, что, да, люди в основном с интеллектом типа 120 где-то в программистах, наверное, в среднем встречаются. Ну, не исключительно, то есть, все равно попадает... Да, конечно, это тут имеется, ну, то есть, это, как и во всех остальных случаях, разброс, это статистика, конечно, это не четкий показатель. Ну, мне, кстати, я вот это здесь не читал никакие исследования, как влияет возраст на IQ, потому что я проходила IQ только, когда мне было 20 с чем-то лет, и мне кажется, что сейчас я гораздо хуже результат покажу, просто потому что уже сложнее мозг работает, ну, как медленнее мозг работает. Есть ли какие-то изменения с возрастом? Он не меняется, в принципе, довольно устойчивый показатель, он в юности довольно такой подвижный, потому что люди растут, как бы у них интересы меняются, но, по-моему, к 18 годам он довольно такой стабильный становится, и если меняется IQ, то уже, ну, наверное, ближе там к 60, к 70 уже вот туда. Ну, ладно. Такая склонность больше к фундаментальному появилась. Ну, это скорее мудрость, знаешь, такая, то есть ты понимаешь, на что тратить свои ресурсы. Ну, и в том числе и некая пониженная энергичность, то есть если бы энергии было побольше, то, конечно, там, ай-ай-ай, а тут приходится выбирать. Ну, не знаю, насчет IQ очень много критики в сторону этого показателя, потому что он, да, с одной стороны, для западного человека, который там знаком с компьютерами, то IQ это плюс-минус как-то репрезентативен, но как бы есть, как сказать, критика в том плане, что люди разных социальных кругов по-разному будут IQ сдавать, и зависит еще, да, в какой среде они росли, какой у них доступ был там в детстве к образованию. И поэтому IQ... А позиция Дробышевского, да, наверное? Да, да. Ну, Дробышевский тоже об этом говорил, о том, что если дать какому-нибудь бушмену IQ, он его не решит, но при этом он умен по-своему и может выживать в агрессивной среде. Ну, здесь, ну, это очевидно так, ну, то есть Дробышевский, конечно, прав, и, естественно, как бы, понятно, что у людей, у которых больше доступа к образованию, там, ну, чуть более из таких, из богатых социальных слоев, наверное, у них это все попроще, но тут, я просто не знаю, как за рубежом, у нас, мне кажется, что в России все-таки довольно, ну, то есть разрыва большого нет, люди даже из не очень богатых семей вполне могут получать, ну, нормальное образование в обычной школе. Кажется, что все еще могут. Ну, это, кстати, хороший вопрос. Насколько сейчас равномерное образование среди начальной школы? Ну, как говорят, оно стало хуже, чем 20 лет назад, но везде стало хуже. Ну, понятно, но везде. Ну, не знаю, наверное, где-нибудь в Москве все еще лучше, чем где-нибудь в маленьких городах. Там скорее вопрос, ну, сами же программы поменялись, и вот этот вот ЕГЭ, но тут я не знаю, я, поскольку не педагог, я могу только ссылаться на тех людей, кто педагоги, но вот Саватеев и ЕГЭ ругают очень сильно. Потом был еще такой фильм про образование, там, снятый Симоновым и Спицыным, про школу. У них очень много интервью с людей из высшего образования, типа, и те говорят, что сейчас за последние, там, 15-20 лет очень снизился уровень выпускников. То есть они очень многих вещей не знают из тех, что знали, скажем, еще 20 лет средние выпускники. Но это, как бы, я могу только ретранслировать, это чужие мы снимаем, я не знаю. Но, кстати, еще насчет IQ тоже было исследование о том, что сейчас считают, что от 58 до 83% вклад в IQ вносит генетика. Именно как родители влияют на ребенка. То есть если у родителей умных, то ребенок с большей вероятностью умный будет. И еще, по-моему, было какое-то исследование о том, что курящая бабушка, моя бабушка курит трубку, типа, тоже плохо влияет на интеллект внука именно по женской линии. Ничего себе, вот я про это даже не слышал. Песня Гарика Сукачева, да, это же моя бабушка. Ну, песня, да, песня хорошая. Вот, одна из техник, которую я заготовил, это шум, это Даниэль Канеман, который получил за исследование по экономике психологические Нобелевские купления. Он здесь как раз пишет, что, ну, в европейской культуре, да, у теста и IQ они довольно хорошо предсказывают, ну, социальные успехи, профессиональные, вот в таких вещах, как там типа инженерные дисциплины. Причем, ну, да, очень многие люди говорят, что мы вообще не знаем, что такое интеллект. Наверное, да, мы не очень представляем. Что мы измеряем, мы тоже не очень представляем, но кажется, что такая вещь, она как бы, мы даем задачки, люди решают, мы получаем число 120. И через 30 лет смотрим, что с человеком случилось, выясняется, что у него там все неплохо. Кажется, это 120 как-то с этим связано, но вот подробностей мы не знаем. Ну, это опять-таки вопрос, может быть, не обязательно 120, может быть, какое-то другое число, просто, как сказать, в программировании современно очень много вещей, которые не требуют, ну, прям прорывных каких-то интеллектуальных способностей, как у нас Леша наш пирогов говорит, формочки клепать. И востребованность, кстати, довольно большая, именно из-за этого большая дискуссия идет уже много лет про эти интервью в Яндексе. Надо ли так хорошо знать алгоритмы, как это вот требуют там? Причем, ну, те люди, которые там работали, они говорят, что, в принципе, там это не нужно. Ну, то есть все точно так же крепаем формочки. Довольно много людей говорят, что нет, алгоритмы не нужны. Ну, слушай, опять же-таки нужно посмотреть на то, что требуется программисту с точки зрения развития программирования. Например, ну, ты знаешь эту историю о том, что в 1950-х, 60-х годах программистами были женщины, и тогда еще такой науки вообще не было, как software engineering, поэтому и в институтах брали чисто по логическим тестам. То есть если хорошо проходили логический тест, есть какая-то склонность к математике, их брали на обучение, их брали программистами. И даже там в книге за 1968 год, которая называлась Your Career in Computers, то есть Ваша карьера в компьютерах, там говорилось, что самый лучший программист тот, который умеет готовить по кулинарной книге, то есть женщины. Если здесь, что это Америка 60-х годов, да. То есть вот так вот в 60-х оценивали, что достаточно иметь логическое мышление, математику и готовить по кулинарной книге. А еще там, кстати, в каком-то журнале тоже о бизнесе было сказано, что идеальный программист – это беременная женщина. Вот, не знаю, они там не... Беременная не знаю, но почему нет, как бы... Ну, а женщина с ребенком днем сидит с ребенком, а ночью программирует. Вот такие планы. А спать тогда? Это ты говоришь сейчас, как и я. Да, вот поэтому... А сейчас? Мне кажется, что это нормально вполне, довольно много женщин есть. Ну, я лично знаю довольно много, у кого с математикой все в порядке. Я не знаю, у нас, видишь, есть большой перекос в профессии именно в сторону мужчин, но я не очень понимаю, почему. У меня, когда дочка выросла, и она выбирала вуз, куда поступать, у нее, в принципе, склонность к математике есть. Я говорю, если ты захочешь стать программисткой, я тебе помогу, там все буду рассказывать. Тогда она говорит, папа, у тебя ужасно скучная работа, не хочу. И она пошла в социологию, а потом даже из социологии ушла в пиар, как бы. И для меня эта история про то, что женщинам просто это, правда, неинтересно. Даже если у них есть склонность, они как бы не очень сами хотят, наверное. Хотя, возможно, эта позиция не очень популярна. Да, кстати, интересно. Тоже читала историю, что где-то в 80-х годах начался большой перевес в сторону мужчин в этой профессии. Начало становиться более престижно, и, не знаю, почему-то женщины меньше стали поступать на эту профессию. Я тоже не знаю. На самом деле, когда я поступил в вуз в 91-м году, у нас на первом курсе половина женщин была, девушек. Ну, то есть, и даже я потом как бы работал, ну, вот в начале 90-х, встречала довольно много именно женщин-программисток, ну, таких уже. Ну, то есть, у меня сколько там было? 20 с небольшим, а им, условно, 30 с небольшим. Ну, да, интересно. Ну, а вот касаемо, кто может стать программистом, мне кажется, что сейчас, конечно, требования к начальному уровню знаний к программистам гораздо выше, чем еще там вот в 50-х годах и даже чем, не знаю, 10-20 лет назад. Во-первых, больше технологий. Во-вторых, то есть, да, возможно, тебе не нужно знать алгоритмы, но в плане знакомства с технологиями, какими-то принципами, они прям даже на уровне джуна, они более строгие, что ли, более обширные и прям очень большой пласт того, что ты должен знать, чтобы начать работать. Как ты думаешь? Надо подумать. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, оно присутствует, но я не очень, ну, то есть, это надо подумать про причину. Ну, из того, что я видел, люди не хотят брать джунов, потому что их нужно доучивать, а как бы медла уже доучивать не надо. И здесь, ну, мое-то мнение, что как раз бизнес, он сам себе копает яму, ну, то есть, ну, мне сложно, конечно, приходить и говорить, ребята, вот у вас слишком много денег, вы просто жадные, поэтому все так плохо. Как бы они скажут, это наши деньги, зачем ты нам рассказываешь, как мы их стратить должны. Но мое-то мнение как раз, что джунов надо брать и обучать, и тогда все будет нормально. Как бы просто они говорят, нет, мы не хотим, мы потратим три месяца, мы их будем учить, а вдруг они уйдут, а вот это, вот это. Ну, то есть, кажется, что это просто такой сам бизнес не очень хочет с джунами иметь дело. Ну, бизнес тоже можно понять, потому что джун придет, обучится и потом перейдет в компанию на более выгодную зарплату. Ну, с точки зрения бизнеса можно было бы, например, делать какое-нибудь целевое обучение. Есть же, например, там в науке программы, которые ты, например, учишься за границей, а потом три года должен отработать в какой-то государственной структуре. Не знаю, Росатом или еще где-то сделать. Да, может быть, это было бы неплохим решением. То есть, если человек приходит учиться в течение, не знаю, шести месяцев, то он потом должен отработать, ну, там, условно, полтора года. Ну, да, нормально. То, что уже как бы... Ну, вот, да. Но, опять же-таки, возвращаясь к требованиям к программистам, вот, большой багаж знаний нужно, да, иметь, как минимум память хорошую, чтобы стать программистом, или умение быстро гуглить. Но если ты не будешь помнить, ты не пройдешь в собеседование, потому что какие-то стандартные вопросы... Да, память, да. Ну, она, скорее всего, тренируется. Но из того, что я знаю, то есть, если человек занимается программированием, то у него эти вещи начинают автоматически в памяти в эскайпе. Точно так же какой-нибудь литературовед, он наизусть читает огромное количество стихов, там, или даже прозу какую-то. А музыкант, он вот смотрит на лист бумаги, он вспоминает, что эти за колючки значат. Согласна. Ну, я все равно склоняюсь к мысли, что даже, например, если такую, знаешь, мысленную провести эксперимент о том, что не генетический, не собственный ребенок растет в среде программистов. У него больше вероятность стать в итоге программистом, чем, допустим, у ребенка, у которого родители умные, но он растет, например, в среде, в семье музыкантов. То есть это тоже социальное... То есть твои родители как-то влияют на, пойдешь ли ты на техническую специальность или на более гуманитальную. То есть, опять же, такие, там, негенетически все это определяется, а твоим социумом, там, например, ты попал в школу с более сильным математическим уклоном, ты уже больше знаешь, уже больше вероятности поступить. То есть мне все равно кажется, что любой может стать программистом, но вопрос его целеустремленности. Просто потому что многие не становятся из-за того, что у них нет среды нужной для того, чтобы стартануть в эту профессию. Ну, вот тут я не знаю. Мы сейчас, если так будем говорить, мне кажется, что есть одна категория слушателей, которая может решить что. Но раз вы считаете, что любой может быть, то мы тоже пойдем на эти курсы бесчисленные, заплатим там свои 60 тысяч рублей. Но потом они не смогут найти работу, и даже не потому, что именно вот как бы есть проблемы с женами, а то, что у них, правда, нет предрасположенности. Потому что все-таки есть момент такой, что да, как бы теоретически любой может заниматься спортом. И говорят, что любого человека можно научить петь. Ну, вот мой, опять-таки, опыт говорит, что как бы теоретически ты можешь его научить петь, и он поет, и даже кто-то из твоих знакомых скажет, что он неплохо. Но ты-то слышишь, что он живет, и как бы что вот здесь не вытягивает, вытягивает, там не работает. И как бы вот, ну, как и со спортсменом. Большинство людей могут, да, заниматься спортом для себя, но как только ты говоришь спорт, вот именно такой нормальный спорт, что достижения, там награды и показатели, то тут же вылетает там 95% тех, кто занимается, потому что там, правда, нужны уже, ну, реально какие-то сверхусилия и сверх, может быть, ну, то есть, что там про это вы говорили, чемпиона мира по плаванию, вот был несколько лет назад, американец. Значит, вот у него, помимо того, что он еще, ну, он чемпион, всех обгоняет, у него, помимо всего прочего, очень удачная именно анатомия. То есть, у него очень длинные руки, поэтому он сам худой. В общем, вот что-то такое. Да, да, да. Здесь с тобой соглашусь, что если человек хочет стать программистом, выпив вот эту волшебную пилюлю, пойдя на курсы и думая, что вот я-то деньги заплатил, там, 100 тысяч, значит, я точно пойду работать программистом. Вот это вот гиблое дело, потому что именно вопрос самой мотивации. Если человек, как бы, научите меня, то это сомнительно. Если человек, как бы, я сам научусь, я сам разберусь, то это уже вот качество программиста, которое, наверное, и ищут работодатели. Потому что, когда ты работаешь, у тебя нету наставника. Ну, даже, ладно, иногда бывают наставники в компаниях. В основном, ну, с этим туго. Даже если ты пришел джуном и тебе обещают, что тебя будут кто-то наставничать, обычно времени не хватает у какого-нибудь медлая листья. У него не твоя работа, да. А если ты, не дай бог, сеньор сам. Да, то тебе уж точно никаких наставников. Да, то тебе самому придется искать, как решить вопрос, допустим. Особенно, если это какой-то непопулярный язык, да, придется документацию, как минимум, читать. Да. Ну, мне кажется, очень хороший показатель. Если человеку дают какие-то задачки по программированию, и ему нравится, он говорит, о, интересно, вот это интересно было решать. Это хорошая предрасположенность к тому, что вот, да, человеку может быть программист. Ну, то есть ему, у него, естественно, интерес, это здорово. Вот именно из-за этого естественного интереса все остальное ты можешь проистекать. А вот, а еще давай поговорим на тему того, что представьте, что есть человек, который, у него IQ, там, 140, да, то есть очень хороший IQ. Он действительно хорошо разбирается во всех этих компьютерных алгоритмах, принципах, языках, знает, там, несколько языков пишет, но абсолютно не может работать в команде. Может ли такой человек стать программистом в современном понимании, командным игроком, как мне кажется, что сейчас программисты – это не одиночки, как раньше было в 90-е, когда один втянул всю IT-систему, а именно, как бы, часть команды, и с которым должно быть приятно общаться, и можно было уметь договариваться. Ну, да, на эту тему есть исследования, их причем довольно давно проводили, и, в общем, ну, там мысль довольно очевидная, то есть британские ученые провели исследование, выяснили, что чем больше технические скиллы у человека есть, тем меньше ему нужны софт-скиллы, потому что, ну, как раз, да, теоретически ему нужно вот со всеми договариваться, договариваться, но на каком-то уровне, вот он умеет такие задачи решать, а никто больше не имеет, ну, вот как 100 студентов одного Архимеда не заменил. Поэтому Архимед может быть полным таким мерзавцем в отношении. Я не знаю, какой был Архимед, возможно, он был приятный человек. Хотя, учитывая, что его убили при штурме за то, что он там наорал на солдата, ну, видимо, у него со софт-скиллами тоже были сложности. Да, все философы были такие сомнительные. Сократ же, да, по-моему. Сократ отравили, да. То есть не просто отравили, присудили, что вот при смертной казни. Так что, да, сложно было. То есть ты считаешь, что если человек-звезда в программировании, то неважно, насколько он умеет договариваться, берем в компанию, ты бы взял его к себе? Ну, не то, что я бы взял. Там есть вторая вещь, история, что как бы таких работ их не так много. Ну, то есть у нас, например, где такому человеку можно было бы работать? Ну, вот в каких-то крупных IT-компаниях, либо, возможно, в каких-то промышленных компаниях. Ну, я не знаю. Вот я таких людей видел, например, на КАМАЗе несколько человек, которые делали совершенно невозможные вещи на очень старой технике, там, конца 60-х годов промышленные компьютеры фирмы IBM. И они написали программу управления плавкой и на Ассемблере. То есть это была какая-то такая очень тонкая работа. Но где сейчас такие работы? Кому нужна программа управления плавкой на языке Ассемблера сейчас уже такого? Ну, то есть, наверное, где-то есть. Наверное, в каком-нибудь Яндексе, в каком-нибудь Касперском, там, ну, во всех крупных IT-компаниях. Есть очень тонкие процессы, где нужны прямо и сверх-сверхинтеллектуалы, но, наверное, таких немного. Ну, космическая промышленность. Да, ну, то есть, если ты, ну, как, назовем так, душнила, то, может быть, тебе, правда, не удастся найти нормальную работу, несмотря на то, что, как бы, все в твою пользу. Говорит, просто работ такого рода мало. Ну, да, ну, мне кажется, что это, знаешь, из разряда пересекающейся вот этого, вот эти вот штучки нормального распределения, когда и людей таких мало, и работ таких мало. И, в принципе, они там совпадают по количеству. Ну, возможно, совпадают, но мне лично кажется, что там все-таки чуть больше душнил, которые сидят без работы. Ну, да, да, я даже знаю таких подробностей. Был опыт. А когда, знаешь, когда говоришь про то, что было такое исследование, мне вспоминается, не смотрел? В Филадельфии всегда солнечно сериал. Не смотрел, но хороший сериал, в смысле, я про него слышал. Да, да, да. Один из мужчин, который там снимался, он потом снял очень неплохой фильм. Мне понравился. Фильм или сериал? Да, сейчас, но это мне надо будет найти. Мы можем пока говорить, я запущу поиск. А, мне просто всякий раз, когда говоришь, было исследование, мне вспоминается, как они сделали суд между всеми участниками из-за какой-то дурацкой ситуации. И для того, чтобы одному из участников в суде начали верить, ему пришлось доказать, что эволюция не существует. И он, собственно, возвал к человеку, который утверждал, что эволюция существует. Он говорит, ну, есть же исследования, есть же цифры, там, учебники. Говорит, да? А ты читал их? Ты читал эти цифры? Он такой, нет. А кто читал эти цифры? Ну, умные люди. То есть ты хочешь сказать, что ты поверил умным людям? Ты поверил? Вера у тебя? И все такие, о-о-о, он прав, эволюции не существует. Ты тоже веришь. Это то же самое, что и бог. То же самое. Мы сейчас стабилируем каким-то исследованием, которые мы, возможно, сами не читали. Так, Чарли Дэй, один из актеров, он снял фильм, который называется «Рай для дурака» в 23-м году в прошлом. А, не, не смотрела Чарли. И веселый, мне понравился. И, как бы, и довольный. А, ну, ты сериал тоже посмотри, тоже зачетный. Ну, там Дэнни Дэвитов, помимо всего прочего. Конечно, надо как-нибудь взглянуть. Ну, в общем, в итоге. А вот, допустим, есть у тебя какой-нибудь, ты занимаешься набором, наверняка, программистов в свою команду? На новой работе у меня не... Ну, до этого всегда, вот с 15-го года, с 14-го все время занимался. Есть ли какие-нибудь красные флаги в резюме, которые ты видишь, и сразу отбрасываешь кандидата? Ну, как, например, кто-то говорит, видит курсы скиллбокс, все, не беру. Или там, блин, не скиллбокс, просто курсы какие-то платные. Нет, я на скиллбокс внимания не обращаю, нет, это как бы, это дело такое. Ну, то есть человек может пойти на скиллбокс, он при этом вполне себе нормальный. Я бы все-таки больше на интервью смотрел, умеет ли он, ну, там, решать задачки какие-то по программированию или нет. Потому что все остальное, ну, как говорят, значения не имеет. Есть исследования на эту тему тоже. Вот опять книжка, она называется «Человеческий фактор». Я всем хожу и рекомендую последний, там, черт знает, сколько лет. В каком году я купил? Это 2005 года, то есть книжки уже 19 лет. Она у меня, вот я считаю, всем. Значит, здесь ребята, они делали исследования, собирали программистов из разных компаний, давали им одни и те же задачки. И нужно было задачки решить, ну, как бы на время, на количество ошибок, вот это вот все. И, ну, были у них такие предположения, что люди, программисты, делятся на тех, кто быстро решает, и тех, кто без ошибок решает, да? Но когда они собрали результаты, исследовали, выяснилось, что программисты делятся на хороших и плохих. Хорошие решают быстро и без ошибок. И здесь как бы история, да, дальше уже. Там нет никаких корреляций, там, это возраст, это, ну, там, образование, еще что-то. То есть просто есть хорошие и плохие программисты. Вот, то есть кому-то дано, и вот такое ощущение, что он может на скиллбоксе пойти курс и пройдет, и они его не испортят. Надо брать. И, в общем, все, позадавать вопросы и увидеть, как человек программирует, насколько он, как бы, щелкает. Ну, еще было бы интересно вот это вот исследование провести в пролонгированном периоде. То есть, например, может быть, взяли программистов, ну, отлично, интересно, их предыдущий опыт, сколько они работали. Может быть, взяли тех, кто еще недостаточно быстро решает, потому что мало опыта. А, допустим, через два года они бы снова попробовали ту же самую задачку решить, они бы решили быстро и без ошибок. Они там разных уровней, ну, то есть разного, как сказать, разного опыта людей брали. Там есть, условно говоря, такой градации. Если человек меньше двух месяцев с языком работает, то он, да, он плавает, и он может медленно решать именно из-за этого. Но там, правда, ему нужно катиться в язык. Но если человек уже полгода на языке пишет, то он все задачи будет щелкать. И причем, ну, это очень важный момент, даже в 18 лет человека можно, ну, то есть я видел, у меня был студент, он пришел на собеседование, все решил, все задачки, он прекрасная работа, он вот там, перед ним дядька 40-летний, не мог разобраться с тем, как на Android сделать приложение. Он пришел и за две недели все сделал, ну, заработал, все было нормально. Ну, а он был при этом студент, ну, сколько ему там, то есть 19-20 лет, второй-третий курс. Так что, мне кажется, это даже не влияет, ничто не влияет, кроме непосредственно вот как бы. Ну, ну, возможно. А ты бы, если у тебя был бы выбор между 18-летним студентом, допустим, у тебя одна вакансия, два кандидата, которые показали одни и те же технические результаты, ты бы выбрал 18-летнего или, допустим, 40-летнего человека? Хороший вопрос. Ну, честно говоря, я вот прям по такому даже не знаю, как выбирать, потому что я все-таки смотрел именно на технические результаты, да, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, неплохо пообщаться, посмотреть, как человек с командой, ну, нормально, ненормально. Если нормально. Вот тот, кто технически хорошо и ненормально общается, то, наверное, такого бы взял. Ну, то у меня лично такое предположение, что 40-летний, даже если он до этого работал не в профильной какой-то компании, у него больше опыт в плане просто работы в большой компании и каких-то... Ну, то есть кто-то говорит, например, зачем брать молодых, они полмесяца, полгода поработают, и потом уволятся будут в другую компанию уходить. А 40-летний, у него там ипотека, мотивация, и не будет менять работу часто. То есть лучше его взять. Не знаю, и я, мне 50, я работу могу легко поменять даже. Ну, да. Хотя у тебя... Ну, насколько я знаю, программистов, ну, то есть в Москве никто особенно стресса не испытывает, ну, там, надо будет, пойдем поменяем, за две недели найдем новую работу, что-то такое. Ну, это не всегда так, мне кажется. Ну, не всегда так было, сейчас так, по крайней мере, ну, на рынке стало так. Ну, то есть джуну, наверное, сложно искать. А начиная смекла уже как-то такое ощущение, что нет. Ну, а получается, что если человек, как бы, программистом может стать тот, кто склонен к техническому мышлению, то, значит, сомнительно, что, например, человек работал, не знаю, учителем русского языка 20 лет или там 30, и потом вдруг стал программистом? Сомнительно, да. Все-таки, ну, мне кажется, что это должно было бы раньше появиться. Ну, я не знаю, может быть, там разные варианты бывают. Ну, я просто этот, как бы, жизненный путь не очень представляю. Это, может быть, с такими людьми имеет смысл пообщаться. Я влюбился в программирование, когда учился в школе, когда, в принципе, не было компьютеров. Это был, ну, Советский Союз, ну, там, типа, 1986-1987 год. Компьютеры были, ты не мог его просто дать, у него не было в доступе. Причем, я думаю, что даже и так во всем мире было. То есть, как бы, то, что дома стоит компьютер, это вообще какое-то там отдельное удивительное событие. Ну, как я только-то получил доступ к нему, там, в 88-м году, все, меня было не оторвать. У меня, я, наверное, первые свои программы писала лет в 12-13, когда уже появился компьютер, да. Я писала, свой сайт делала на Джаваскрипте, воровала чужие Джаваскрипты, тогда все открыто было. Почему же воровала? Ну, как? Нет, ну, как, воровала, там, типа, дописывала. Не воровство, нет, это... Ну, не знаю, да. То есть, там, знаешь, например, можно было запустить снежинки по сайту, и я там переписывала, чтобы снежинки определенным образом кружились, например, математические какие-то им траектории. У тебя такой, естественно, интерес там с 12-13 лет, ну, как бы, вот, очень хороший залог, что у тебя с программируем все нормально. Я просто сомневаюсь, что человек, скажем, на 30 лет, он, типа, вот, русский язык, русский язык, никакого, никакой математики там. Ну, вот, кажется, что я передумал. Ну, сейчас просто из-за того, что, как в начале 2000-х, было очень много модно становиться юристом, потому что считалось, что прибыльная работа, и многие люди даже без склонности к юриспруденции шли на эту специальность. Точно так же сейчас программирование, просто из-за того, что есть такой некий хайп и нехватка, и, как бы, зарплаты, которые, по идее, все должны получать, получается, что люди хотят просто войти за деньгами, а не потому, что им это нравится. Да, это ситуация именно из текущего, ну, то есть, насколько, по моим воспоминаниям, года с 19-го, наверное. Да, да, да. До 19-го еще не было вот такого большего перекоса, то есть, ну, понятно, что профессиональный программист хорошо получает, но профессиональный сварщик хорошо получает тоже, и машинисты в этом, в метрополитене тоже хорошо получают, высокого класса. И приблизительно у всех были там зарплаты, ну, одного уровня. Потом в 19-м как-то резко пошли у программиста всех. не знаю, насколько это долго продлится, ну, вот. И да, наверное, это может привлекать людей. Сейчас я быстро-быстро тут питончик. Зачем? Зачем? Буду скриптики. Боюсь, как-то так. Да, да, да. Получается, что джунов не берут, джуны появляются. А как джуну стать медлом? Без... Ну, питом – это никак. Это, кстати, вот, правда, большая проблема индустрии, то есть, кто-то должен этим заниматься. В советское время был механизм этого практики, то есть, человек учился, когда он заканчивал вуз, его прямо, говорит, вот ты пойдешь на этот завод и будешь здесь работать программистом. Сколько там, я не помню, года два-три. Будешь работать, а потом иди работай, куда хочешь. И вот это нормально, то есть, человек получает работу и получает опыт. Насчет вот этого очень много различных мнений слышала. С одной стороны, кто-то сейчас жалуется, что почему сейчас так не делают? То есть, люди выпускаются, им негде работать. А с другой стороны, кто-то говорит, вот это тоталитаризм советский, не давали людям свободу, обязательно нужно было ехать в какую-нибудь Воркуту, отрабатывать работу. Сейчас это тоже можно сделать, как сказать? Сейчас это легче сделать не тоталитарно. Там как бы, там это называлось право на работу, сейчас можно сказать, что это обязанность. Но вообще, ну как бы, джуны бы не обрадовались. Ситуация какая? Там просто было бесплатное образование, но бесплатное оно было в каком плане? Тебе государство обучает, но с тем, что ты потом на государство отрабатываешь. Это очень капиталистический подход. Если тебе, условно, сейчас оплачивает образование какая-нибудь контора, то ты после того, как закончил, ты идешь туда работать и работаешь там, сколько ты там, три или пять лет возвращаешь им долг. Или берешь кредит, работаешь где хочешь и сам расплачиваешься с этим, с банком. Но тогда ты не обязан устраиваться куда-то там, на практику ехать. Сейчас тоже такое есть. У меня был знакомый, который учился в институте. Он от, по-моему, ему Сухой оплатил обучение на космическое, не помню, авиастроительное, по-моему. С учетом того, что он после учебы отработает там три года. То есть такое целевое... Ну, вот такой капиталистический тоталитаризм как бы. Ну, приблизительно то же самое. Ну, собственно, разговаривание здесь именно о деньгах. Тут как бы не вопрос. Ну, то есть если у тебя есть деньги, ты, конечно, свободен. При любом разном обществе. Слушай, ну, сейчас для джунов, конечно, именно для зрелых джунов сложно, наверное. А вот для джунов, которые учатся на последних курсах института, у них больше возможностей, потому что есть в Касперском стажировке, ВК, ВАУ, ВАУ, Яндекс. Вот только недавно Яндекс свои школы у нас рекламировал. Вот буквально пару дней назад. Летняя школа. Да, летняя школа с лабораторией. Интересно, так что всем студентам можно обращаться. Компания, где я сейчас работаю, Дэдин, она тоже будет проводить кемпинги для этих студентов. Мы сейчас готовим для них такую завлекательную программу, чтобы они пришли, порешали задачки, присмотрелись и пошли к нам на кемпинг. Слушай, а вопрос, что нужно столько много новых сотрудников, что вот постоянно какие-то новые институты добавлять специальности программирования? Настолько кадровый город большой? Если бы знать. Я вот не очень понимаю ситуацию, но кажется, она такая, что IT настолько везде проникла, что правда программистов просто нужно миллион. То есть везде есть какие-то задачи нерешенные, которые нужно, чтобы решать. Нужны программисты, 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 а где их брать? Они как бы естественным образом не так много в любом случае. Слушай, а вот, например, мы говорили уже, что раньше программистам идеальным была женщина, которая умеет готовить по кулинарной книге. А если все-таки ИИ разовьется, и дальнейшим идеальным программистом будет тот, кто умеет правильно формулировать мысли на русском языке, какой-нибудь филолог, чтобы пром... Ну, филолог, да, может быть. Но я, честно говоря, я не очень верю в то, что ИИ разовьется до такого уровня, чтобы писать такой код. То есть пока ситуация выглядит так, что существующие решения, они довольно туповаты. Ну, то есть это как бы твой помощник, который тебе может подсказывать и иногда тупить. То есть ты как опытный программист можешь сама понять, он тупит или нет. То есть тебе уже надо быть умной, чтобы исключительно тебе как-то реально начал помогать. Это первое. Второе, вот эти сами модельки, с ними тоже сейчас не все ясно. То есть вот до какого-то уровня они дошли, а что будет дальше, непонятно. Там какая-то история с деградацией этого ИИ. То есть при следующем обучении, при увеличении оперативной памяти и так далее, результаты становятся хуже почему-то. То есть чат GPT-версии 3.5, кажется, он там типа самый интеллектуальный, а четвертый уже там начинает где-то проседать. А уж пятый там, не знаю, посмотрим. Да, интересно. Интересно. То есть там все равно, но это как бы не волшебная история. Там именно математика, статистика, эти перемножения матрицы как бы. Ну, как чего-то, какого-то уровня можно достичь, но это же просто достигли, а дальше что? Неизвестно, будет ли он думать. Сейчас пока нет речи о том, что он размышляет или там выставит какие-то цепи. Ну да. Слушай, ну опять же-таки вот многие говорят, что для программиста нужна математика. Здесь за свою профессиональную деятельность не могу вспомнить, что прямо вот именно чистая математика нужна была. То есть, например, если ты data scientist, да, там нужна уже высшая математика в хорошем понимании, чтобы вот именно Теор-Веер там знать и так далее. А вот в такой обычной форме шлёп, как я. Я не помню, чтобы как-то нужно было матрицу умножать. Может быть, если ты какой-то движок пишешь для игры. Ну да, на самом деле, я могу рассказать, да. Там есть востребованность достаточно. Во-первых, да, движок. Для него нужна линейная алгебра, вот перемножение матриц и квотернионы, в принципе, тоже для поворотов. А, ну да, нет, я согласна. Мне как-то нужно было что-то посчитать, типа, как среднюю скорость курьера. То есть, такого плана, такая математика, которая конец школы, типа 11 класс там. Ну хорошо, там может быть у тебя чуть более интересный. Например, когда-то давным-давно я делал софт для нефтяников. У них был такой приборчик, он назывался Echolot. Он отправлял сигнал звуковой в скважину, и приходило несколько ответов, и определялась глубина залегания нефти. А чтобы ее определить, ну там, значит, приходят сигналы, и там всплески такие, это эхо-ответ. И, в общем, там быстрое преобразование Фурье для того, чтобы определить это состояние. Ну, только быстрое преобразование Фурье, это как раз уже тот самый Матан. Потом, если... Ну, например, ты использовал какую-то готовую библиотеку с этим быстрым преобразованием Фурье? Ну, там даже не библиотека, там был самописный код, но чтобы понять, как он работает, например, надо было вот в этой теме раздражаться. Ну, и вообще даже... Даже вот тебе, ну, хорошо, библиотека, но ты должен же какой-то уровень подготовки иметь, чтобы понять, хотя бы что-то передавать, и что результаты означают. Потом еще история была с... с глаживанием этих GPS-треков, когда машина едет, точки от нее приходят. Есть дребезг GPS этого датчика, то есть он тебе плюс-минус 20 метров может показать в Москве. Машина едет, если ты вот так вот делаешь, что у тебя очень зубастая линия получается, и получается, что он очень много проехал, а проехал гораздо меньше. То есть неправильно считается там, например, расстояние. Значит, надо сглаживать. Сглаживание – это фильтр Калмана, это математическая статистика. Вот поэтому мое предположение, что хотя бы, вот скажем, до первого-второго курса математику институтскую имеет смысл знать просто потому, что такие задачки, они реально встречаются. Но тут уже немножко зависит от широты твоего подхода. Они тоже у меня же не с утра до вечера встречаются. То есть это за все время, там, несколько раз. Большей частью, кстати, да, не нужны. Ну, все равно, да, полезно. Ты уже, как минимум, такой класс обязан. Моя история такая, что ты, если ты этим владеешь хорошо, то тебе и работа такая. То есть есть какие-то компании, которые вот без высшего образования точно не берут, причем высшее образование должно быть в хорошем уровне. Вот так вот. В ПТИшнике только, или МГУшники больше не хорошее. Да, да, да. Ну, интересно. Так, ну что, у нас есть еще что-нибудь добавить? Или, может быть... Ну, можно на вопросы поотвечать, если их там задавали. Мне кажется, никто ничего не задавал. Да, да, да. Там пишена в чате. Может, кто-то из слушателей захочет дать комментарий? Ну, я смотрю в чат, в чате и молчат. Значит, наверное, нет. Больше не надо. Ну, то есть если резюмировать, то программистом может всякий, но не каждый стать. Ну, типа такого, да. То есть если вам нравится вот задачки решать, ну, вы попробовали, вам нравится, то у вас очень хороший задел. Математика. Ну, сейчас, мне кажется, что все-таки, да, объем математики не так важен, но если вы молодой человек и думаете в ВУЗ идти, не идти, то лучше идти, потому что просто возможно... Ну, как бы это... Лучшее время для того, чтобы получить фундаментальные знания. Ну, то есть потом в 25 лет, когда там все, ты уже работаешь, и тебе куда-то идти еще в ВУЗ, ну, только если вечернее, а если еще и дети, ну, короче, там... Да, это сложно. Лучше... Поэтому пока ты молодой балбес, вышел из школы, иди в ВУЗ получи там. Четыре года, там посмотрим. Если есть возможность, там, не знаю, финансовая подушка, помощь родителей, то это как минимум даже и не только знание, но и какой-то жизненный опыт. Да и просто прикольно, весело. Ну, да. Ну, сейчас, да, сейчас у нас, к сожалению, приходится этот момент учитывать, что жизненная подушка есть не у всех. Ну, как бы... И образование бесплатное. Ну, да. Так что учитесь, получайте математическое... Ну, если сейчас... Если нет, то это на самом деле тоже не очень плохо, потому что самообразование вполне себе работает в IT. Довольно много людей без высшего образования и очень неплохо, хорошо работают там в разных местах. Я даже знаю очень много успешных программистов, у которых только 9 классов. Даже нет 10-11 классов. В принципе, школьной программы хватает математически. Да, да, да. Ну, вот, видишь, как разные бывают. А есть те, которые отучились в эколавр магистратуры, а все равно не могут работать программистом? Кстати, наверное, да. Я, правда, давно не помню, что человек получил образование, но ушел из программистов. А, бывает, из программистов уходит просто из-за выгорания, потому что, ну, достает и уходит куда-нибудь в смежные профессии. В управление некоторые уходят, в DevRel, еще куда-то, вот, в аналитику. Говорят, все достало ваше. Ну, ну, да, в принципе. Ну, это тоже звоночек, мне кажется. Хотя, не знаю, здесь не могу судить, но здесь не могу судить. Ты выгорал когда-нибудь от программирования? Ну, вот, чтобы совсем так, что, типа, все, я все брошу в программирование. Но мне, честно говоря, они очень устраивают уровень задач, которые приходится решать сейчас. Вот, ну, как бы, 15 лет назад я выучил C-Sharp, и на нем какие-то микросервисы стали появляться, и вот за 15 лет уровень, как бы, микросервисов, C-Sharp, какая-то база данных, там, в общем, все такое. Там решения все очень однотипные. Entity Framework – это ORM-система, какой-нибудь ISP.NET Core – веб-морде. Если бы я не делал докладов интересных для .next, или у нас там не слушал умных программистов, я бы давно сухи был. Ты знаешь, это мне почему-то напоминает какая-нибудь группа Eagles, которая есть отель «Калифорния». Да-да-да, и все просят культиву. Да-да-да, и уже там 40 лет поют эту песню одну. Точно так же программисты. У нас есть, у нас есть. У нас есть хорошая, вы слышите, нет. Мы платили деньги, чтобы послушать ее. Это тоже была на концерте Баста, и в итоге там песню, из-за которой пришли на концерт, он как-то переделал, видимо, ему скучно уже было играть. Типа «Медлячок» или там вот спонсант. Да-да-да, что-да. Переделал так, что неинтересно стало. Ему прикольная новая аранжировка, а люди недовольны, потому что они пришли на то, что… На старую аранжировку. На старую аранжировку, да. Поэтому точно так же программист, да? То есть от тебя просит микросервис, который ты уже писал уже 15 лет, а ты там какое-нибудь добавил преобразование в фурье. Ну, я сейчас, например, вот изучаю этот Nix операционный, Nixos операционную систему, даже перевожу из них, там есть цикл статей, называется «Пирюли Никс». Вот я их перевожу, выкладываю на Хабр. Новый совершенно для меня мир. Потом в F-Sharp стараюсь там новые темы выучить. Латтех вот даже вот начал учить этот… Думаю, буду книжки писать. Но мы с тобой обсуждали. Вот, осваиваю, как писать книги. Вот Анатолий говорит, добавить нечего. Да, ну, да, он написал, что… Ну, все, все, как все, согласны. Кто-то может, кто-то не может. Ну, все, тогда предлагаю закругляться. Первый наш такой опыт стрима. Я завершаю запись. Ну, все, как… М-м-м.